Приветствую вас, и я полагаю, что для начала нужно, чтобы вы избавились от чувства вины за своё рождение. Я так полагаю. Потому что пока что, на данный момент, это именно то, что вы испытываете. Чувство вины за то, что вы родились. Это первое. Второе. Нужно, чтобы вы отграничили пока что в своём сознании выбор вашей мамы, быть несчастной. Например, ради вас, да, быть несчастной ради своих детей, и свой собственный выбор, который никакого отношения не имеет к маме, к выбору мамы. Значит, дальше, дальше, вам также необходимо пересмотреть свою позицию относительно того, ради чего и для чего вы живёте. То есть, что это значит? Это значит, что сейчас, на данный момент, вы живёте не для себя, да, а для своей мамы. И вам нужно попробовать просить себя, так я живу ради того, чего хочет моя мама, или ради себя? Если я живу ради мамы, то можно ли говорить о том, что у мамы, значит, получится достичь цели, ну, которые она хочет достичь, то есть, как раз на диплом и так далее, понимаете? Ведь если она всё это делает ради себя, а не ради вас, то это лишено смысла. То есть, просто задумайтесь, ваша мама воспитывала вас для того, чтобы у вас всё было хорошо, она не воспитывала вас для себя. Другое дело, другое дело, что вы сами можете не быть уверенными в том, что будете делать. Одно, другое дело, что вы сами можете не быть уверенными в том, что вы справитесь, ну, вот, с какими-то вещами, с какими-то обстоятельствами, моментами в своей жизни, понимаете, какая история. Вот это, это куда более серьёзная проблема, потому что ваша мама по факту, по сути, да, она вас подавляла. Ваша мама, она подавляла вас. Это понятно, она вас хотела подавить, она сейчас, наверное, тоже хочет вас подавить. Вот. И если она вас подавляла, она лишала вас чувства свободы, она лишала вас чувства, ну, способности, что вы способны сами что-то сделать, понимаете? Вот. И вам, вам, по этой причине как раз-таки нужно для начала, да, хотя бы просто вот попробовать самой принимать решение. То есть я не говорю вам, да, сразу принимать какие-то серьёзные, серьёзные решения. Но, примите хотя бы, хотя бы, простенькие решения относительно того, чтобы вы их сами могли сделать в этой ситуации. Понимаете? То есть вы не обретёте какую-то знаете свободу, да, сразу. Это постепенно приходит, придет, точнее, постепенно. Это не то, что приходит сразу. Понимаете? Какая история. Ну вот. Поэтому вот так можно вам ответить на вопрос. То есть постепенно, постепенно освобождаться. Чувство вины и негативный сценарий прорабатываются через транзактный анализ. И через личный смирот, потому что вы до сих пор, по факту, вы до сих пор ребенок своей мамы, который, ну по сути дела, сам за себя ответственности не готов. Вам проще нести ответственность за маму, да, а не за себя. Понимаете? Вот. Проще нести ответственность именно за маму. И я вас, конечно, понимаю, я понимаю, почему вам так проще. Но, тем не менее. В ловушке вы будете до сих пор, пока не, значит, не освободитесь из этого. Понимаете? Не освободитесь от подавляющего воздействия вашей мамы. Это возможно, конечно, только через работу. То есть через вашу ценность. Вот, например, вы говорите, что моя мама, она, значит, меня там может оскорбить как-то и так далее. А я ей не могу ничего сказать. То есть вы идеализируете свою маму. Я не исключаю, что вы идеализируете своего отца. Я не исключаю того, что вам нужна поддержка. Здесь. В данном случае вам нужна поддержка. Такая, знаете, хорошая поддержка. Вот. Чтобы вам было прям комфортно. Вот. То есть это не подавление какое-то, да, а именно хорошая поддержка. Такая. Вот. Ну, опять же, опять же, опять же, только вся в том, что для этого нужна работа. То есть если говорить о том, что вы, что вам нужно сделать, то, во-первых, постепенно, потихонечку отдалиться от мамы. Это во-первых. То есть отдаляться от нее нужно постепенно, не сразу. Отдаляться от нее нужно тихонько. Не торопясь. Вот. Там не ответили, там не сделали то, что она хочет. Тут поступили по-своему. Вот. То есть, больше думайте о себе, да, а не о собственном маме. Вот. Начинать нужно именно с малого. И уже потом у вас будет результат. Вот. Для этого нужен план, конечно, определенный. То есть, вот, планирование нужное. Эм. Что я делаю сейчас. Эм. Значит. Что я буду делать дальше. Как я буду делать дальше. Вот. Пока на этом сконцентрируйтесь. Вот. То есть, как бы вы хотели. Вот представьте себе, что вы сейчас вырвались из ловушки. Уже. Вот. Что вы делаете. Что вы делаете. Если когда вы вырвались из ловушки. И что мешает вам. Эм. Что-то делать. Это какой блок. Мама. Мама. А чего мама хочет. Для вас. Она хочет счастья для вас. Или чего. Ну, например. Давайте какая история. То есть, если она для вас не хочет счастья. Да. Если она для вас не хочет радости. Что вы может быть ее и слушать не надо. А если она хочет для вас счастья. Если она говорит, что она жила для детей. Да. Соответственно она хочет, чтобы у этого был смысл какой-то. Ну, это так вот знаете. Эм. Когнитивные подходы здесь. Вот. И. Все. Подумайте пока что об этом. Ради чего все это. Для чего это все. Вот. И. Оставьте цели провизуализируйте. То. Чего вы хотите добиться. На. Более. Глубоком уровне. Рекомендуется работать с детским эго состоянием. Эм. Через. Ваше. Решение. То есть. Вы. Решили. Сейчас. Вы решили. Эм. Значит. Быть. Жить для мам. Вот. Сейчас вы решили жить для мам. Вот. А при этом когда вы приняли это решение. И. Чего вы хотите этим решением достичь. Собственно. Собственно. Вот. Это пожалуй. Эм. Самый важный момент. Вот. Эм. Разберетесь с этим моментом. И. Будет в общем и целом. Эм. Понятно. Что делать дальше. И. Как. Делать дальше. Вот. Вот. Эм. Я думаю на этом все. Надеюсь что помог вам. Если у вас остались. Эм. Дополнительные вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь. А. Если вам понравился мой ответ. А. Буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И. Удачи. 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 Удачи.